это все с грайвера наедут вот мы заехали на заправку сейчас вот моя наши вот стоят машина и вот еще люди стоят ну вот как видим машин много едет выезжают вот едут за другом машины принципе здесь все видно да 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 я вот семью свою забираю нет там открыто было ну так человек подошел интересуется заправки у машин хватает едут в принципе тут все видно продолжают ехать заправка очередь принципе люди уезжают вон еще едут это все с грайвера on march 12 together with the russian volunteer corps and the siberian battalion the free russian legion which entered the territory of russia's belgorod and kursk regions appealed to the people of russia remembering the illegalities that happened in russia the members of the legion said that they intend to save the russian people from putin's regime they said that they are making efforts to realize these dreams and that they will achieve free elections in russia at the end of the appeal the legion members said we are going to the elections дорогие сограждане когда из белгорода на некогда дружественный харьков летели кабы москва ликовала когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику москва молчал когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаке москва смеялась мы приходим не для того чтобы убить стереть уничтожить или наказать мы идем чтобы освободить вас от нищеты бедности и страха освободить от диктатуры террористической организации захватившей власть дать вашим детям нормальное цивилизованное будущее без санкций и без репрессий без выборов без выбора и без разговоров о важно но с важными ценностями самое главное без войны путин узурпировал власть на 20 лет и что произошло санкции экономический застой кровопролитная война забравшая жизнь и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой аренды а еще красивые дворцы геленджике и нового огарева а теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти мы не позволим мы такие же россияне как и вы мы тоже имеем право на воле и заявления и наша воля не признавать кровавого диктатора президентом россии мы сделаем все чтобы он успел из нового огарева переехать в полярный волк мы знаем как там относится к местным жителям легион идет на выбор ждите нас честь имена пацаны помашите ручкой-то родине родной а а ну что пацаны не хуй голосовать на бюллетенях давайте голосовать калибром 7256 которые есть присоединяемся сибирский батальон пацаны не сын жонни на связи н всех есть украинский украинский украинского Субтитры добавил DimaTorzok The Ukrainian Air Force decommissioned its S-200s in 2013, but returned some of them last year. However, it is not clear what radars orient these missiles, as the original Soviet ones emit a lot of energy, so they give away the missile launch and give pilots time to evade. The Ukrainians may have found a more devious way to use these missiles. In February 2023, the Biden administration announced a military aid package that included equipment to integrate Western launchers, missiles and radars with Ukraine's air defense systems. Analysts see this as a curtsy to the U.S. Army's integrated battle command system. Specifically, it is a set of processes, radio channels and algorithms that allow almost any air defense radar and missile to work together. The development of integrated battle command system is not yet fully complete, but it is close. The Americans have not yet deployed any major components of integrated battle command system, but the polls have done so, the reporters said.